Харе Кришна, дорогие преданные, и добро пожаловать на очередной семинар. Мы очень рады быть снова с вами. Давайте начнем подходящим образом. Вся слава Шри Павла Павла. Сегодня мы с вами посетим другой из двенадцати лесов. Мы все с вами проходим один за одним. И также мы еще касаемся темы, связанных с дополнительными лесами. И сегодня мы с вами отправимся в лес под названием Кадираван. Лес Кадираван прекрасно описан Нарахари Чакраварти в его бог Бхакниратнакари в Пятом потоке. Декхаха Кадиравана Ведита Джагате Вишну Лока Прапти Эйта Гамана Матрате. Посмотри на лес, называемый Кадираван, известный во всей Вселенной. Те, кто приходит к Кадираван, могут немедленно подняться на Вишну Локу. И, как всегда, мы можем найти пранама-мантру к этому лесу, которая была составлена Нарана Бхатта Гасвами в Радже Бхакте Виласе. Мы можем найти ее в главе 10, текст 3. Я приношу свои поклоны Кадиравану, украшенному восхитительному. разнообразными богатствами Господа. Поклоны Тебе, о лес, дарующий благословение Девам и Гандхарвам. Очень красивое описание. Итак, название Кадираван произошло от слова «кайра». На санскрите «кайра» означает «догонять или преследовать». Итак, как же это связано? Потому что Кришна преследовал как раз в Кадираване и затем убил демона в форме цапли, которого звали Бхакасура. Это очень большая игра. Очень много было написано на эту тему. И в Кришна Лиластаве, написанной Шрила Санатана Госвами, он очень описал красиво эту лилу в трех замечательных стихах. И на самом деле эта книга, Кришна Лиластава, она была опубликована издательством BBT. И она была переведена моим дорогим духовным братом, Гопи Паранадханой Прабу. И в стихе 129 мы можем слышать, Пратта-бхо-джана-сам-юкта, Батса-врата-пару-шара, Гири-шринга-махакая, Бхакасура-гате-шана. О Кришна, Завтракая рано утром, Ты прогуливался во Вриндаване, Пускай телят впереди себя. Именно там ты увидел демона Бхакасуру, гигантское тело которого было похоже на горную вершину. И в тексте 130 он пишет, Тикшна-тунда-бхака-грасда, Мурча-виста-шурид-гана, Махабака-мукакрита, Бхакаталу-падахака. О Кришна, Когда Бхакасура проголотил Тебя своим острым клювом, Твои друзья-пастушки упали в обморок. Оставаясь во рту демона, Ты игриво сжег его небо. И в тексте 131 О Кришна, О Кришна, Выпрыгнув изо рта демона Бхакасуры, Ты разорвал его клюв и убил его. Баларама и другие мальчики-пастушки обняли Тебя, и полубоги восхваляли Тебя и осыпали Тебя цветами. Вся слава Тебе! Итак, в Гаргасамхите, Песнь 2, глава 5, мы узнаем все об освобождении Бхакасура. Узная как предысторию событий, мы еще больше можем оценить эту игру. Мы можем узнать, как эта цапля, она напала на Кришну в лесу Бандираван. И Кришна убил его. И его звали Бхакасура. Да, конечно. Но давайте погрузимся в детали, кто на самом деле был этот Бхакасура. Итак, опять, это приводится в Гаргасамхите, Песнь 2, глава 5. И в своей предыдущей жизни, Бхакасура был сыном демона по имени Хаягрива. И здесь Хаягрива не имеется в виду воплощение Господа в виде лошади. Это был демон по имени Хаягрива. И в своей прошлой жизни, будучи сыном демонов, его звали как Уткала. Итак, есть демоны, а есть другие демоны, еще демоны. То же самое, как преданные, и преданные, и еще преданные. Кто-то находится на уровне Каништхана Адхикари, кто-то Матхяма Адхикари, кто-то Уттам Адхикари, и все они стоят на пути преданного служения. И таким же образом существуют разные категории демонов. Есть маленькие начинающие демоны, есть демоны среднего уровня, и есть большие демоны. И мы обсуждали уже демонов на наших семинарах. И Ачарья описывает Бакасуру как большого демона, Махадемона. Он был настолько могущественный демон Утткала, что Он победил весь мир, завоевал весь мир. И Он подчинил Себе не только землю, но также и все райские планеты, Сваргалоку. Что это означает? Что означает, что Он победил полу-богов. Как мы можем слышать, что Хирани Кашипу, он тоже самое сделал, Равана также этого добился. Это были большие демоны. Помните, в седьмой песне, прохлад обращается к своему отцу, говоря, о лучшей среде демонов. И его отец очень счастлив был услышать это. И Бакасура, он находился на том же уровне, он сражался с Ритрасурой. Он украл зонд, вот это оружие, которое принадлежало Индре. И после того, как он одержал победу над полубогами, говорится, что он, так сказать, наслаждался этими планетами на протяжении сто лет по исчислению полубогов. И, конечно, вот эти люди, вот эти личности, они склонны совершать ошибки. Это вопрос лишь времени. И это вопрос лишь времени. Если вы вступаете в отношения с материальной природой, то будут ошибки неизбежны. И как поется в этой песне, если ты что-то делаешь, ошибки неизбежны. Это часть человеческой природы. И что и произошло с Уткалой. Однажды, давным временем, но это было по-настоящему. Уткала пришел в Гангасагару. И, объезжая вот эти свои владения, он пришел сюда, и это было святое место. на западной части Индии. И Гангасагара — это то место, где Ганга, она впадает в океан. Это считается очень возвышенное святое место. Много больших мела или духовных фестивалей проходят там. И много святых людей живет там. И был жил-добыл большой святой, знаменитый святой по имени Джаджали Муни. И Джаджали Муни был великим йогамистиком. И несмотря на то, что он был очень могущественным и очень великим йогом, несмотря на это, он жил в маленькой хижине, которая была сделана из бамбуковых веточек, палочек и из других листьев. Рядом как раз с тем местом, где река впадает в океан. И Уткала, он занимался, объезжал свои владения, чем обычно занимаются все цари. И он взял удочку и стал ловить рыбу прямо возле места этой хижины. И как только ему удавалось поймать рыбу, он тут же съедал ее живьем. Он как только поймал, он съедал ее прямо рядом с ашрамом. И Джаджали Муни очень расстроился. И несколько раз он предупреждал Уткалу, чтобы тот остановился. Но тот не остановился. Он поедал рыба за рыбой. И, в конце концов, Джаджали Муни потерял терпение. Он взял свой брахманический шнур, дотронулся до воды и проклял его. Уткала был очень могущественный. Мы немножко деталей обсуждали, насколько он могущественный был. И, несмотря на свое могущество, ничто не могло защитить его от проклятия Джаджала Муни, потому что дух всегда выше материи. И каково же было проклятие? И, в конце концов, проклятие Уткала состояло и выразилось в таких словах. Если ты так любишь есть рыбу, то стань журавлем. И таким образом ты будешь освобожден от наказания. И тебе не нужно будет использовать удочку для ловли рыб. И тут, в тот же мгновение, он превратился в журавля. То же самое, как благословления, немедленно могут сработать. То же самое касается и проклятия. Они срабатывают немедленно. И Уткала, он очень забеспокоился. Мы описывали проклятия на других семинарах. И обычно всегда, когда кто-то проклинал другого, всегда эта личность, она преподала к стопам этого садху. И эффект немедленно вступал в действие. То же самое, когда садху дает нам благословление, мы немедленно чувствуем эффект, и мы хотим отблагодарить этого садху. То же самое, как мы получили садху, благословление от нашего дорогого Шилопуропады. Получая благословление, милость от других предных, это то, что позволяет предным всегда находиться в смиренном состоянии. Столько много милости для меня, я на самом деле не заслужил всего этого. Потому что преданный, он всегда чувствует, что он незаслуженно получил эту милость, и в то же время он сохраняет благодарность. Преданный сохраняет свое смиренное положение и благодарит, он находится в благодарном состоянии за ту милость, беспричинную милость, которую он получил. И всегда он жаждет ответить взаимностью за эту милость. И всегда ученик, он жаждет служить духовного учителя, что является сутью отношений между учителем и учеником. Когда вы получаете что-то очень ценное и важное, вы немедленно говорите «спасибо». Вы получаете милость от духовного учителя, и вы говорите «дорогой сэр, что я могу сделать для вас?» Уткала получил на свою голову вот это проклятие, и он поклонился стопам святого и стал молиться ему. И он стал молить о милости. И его слова были записаны. И все эти слова, молитвы, они были записаны, и мы очень благодарны за это, поскольку мы очень многому можем научиться из этих записаний. И он сказал этому мудрецу, «О, лучшие из мудрецов!» И это действительно очень хороший способ начать свою речь. «О, лучшие из мудрецов! Пожалуйста, освободи меня от этого ужасного проклятия. К сожалению, я не осознал, кто ты. Общение таких садху, как ты, поистине является вратами к освобождению». «Будучи по-настоящему равным к друзьям и врагам, оскорблением и чести, золоту и камню, удовольствием и боли. Такие святые, как ты, лучшие примеры для всего человечества. Милость самого Верховного Господа также может быть получена Твоим благословением». И такое изменение в настроении очень сильно изменило сердце святого. Потому что Джаджали Муни, он совершал аскезу в течение шестидесяти тысяч лет. И поэтому его сердце смягчилось. Конечно, иногда просто аскезы, они могут ожесточить сердце, сделать сердце более жестким. Но правильные аскезы, они могут размягчить сердце. То же самое, как Господь может быть очень строгим, как молния и очень мягким, как цветот. То же самое и представитель Господа, он может быть очень строгим, как молния и очень мягким. И в этом случае его сердце смягчилось. И он сказал, обратившись к Уткале, «Через некоторое время, когда Верховная Личность Бога придет на землю, Он освободит тебя от этого проклятия. Тот же Господь, который убил и дал освобождение Хираньякше, убьет и тебя в то время, когда Он будет пасти телят в лесах Вриндавана. В тот самый момент ты достигнешь совершенства и войдешь в тело Господа». Итак, Господь, Он так же самое придет в то время, когда ты будешь, и Он дарует тебе освобождение. И как же Уткала, Он исполнилось это благословление. Он не родился как Гопа или Гопи. Ему необходимо было пройти еще дополнительные испытания. На самом деле, в своей следующей жизни Уткала стал братом Путаны. И когда Он рос, Он подружился с другим демоном по имени Тринаварта. И когда они были юными, они были вместе, и они дружили до тех пор, пока их карьера, так сказать, не началась. Но они были демоническими подростками. Они были очень хороши в исполнении очень плохих дел. И это привлекло внимание царя Камсы. То же самое, как благочестивый король, он всегда, благочестивый царь, он всегда ищет каких-то благочестивых людей, которые будут помогать ему. В любом индивидуальном успехе всегда необходима хорошая команда. И царь Камса, он был демоном. Уровня Хираньяка Шипу, Хираньякша и других раун. Бакасура. Бакасура. И однажды, когда Камса услышал о таких достояниях, он пригласил его на битву. И Камса победил эту личность, которая в прошлом была Уткала. И победив его, он должен был предаться, сдаться Камсе и стать одним из его министров. И Ачарьи описывает, что на самом деле вот этот Уткала, он стал одним из лучших другов Камсы. И сейчас все мы с вами знаем, что после рождения Кришны Камса каждый день отправлял по одному демону, чтобы убить Кришну во Вриндаване. Каждый день. И это очень много демонов. Если Кришна жил в Гокуле на протяжении трех лет и четырех месяцев, и каждый день демонов, это очень много демонов. И Бхактивинадха Кур описывает, что на самом деле было двадцать один главный демон. На протяжении последних месяцев мы описали некоторых из них. Как немного ранее мы обсуждали Ватсасуру в связи с Бандираваном. И вот этого демона Камса отправил убить Кришну в форме теленка. Потому что этот демон думал, превратившись в форму теленка, я могу проникнуть к Кришне и убить его. Но Кришна знает разницу между благочестивыми и неблагочестивыми. Вы не можете спрятаться от Кришны, поскольку он находится в сердце каждого живого существа. И Кришна, мы описали, как он убил этого теленка в форме Ватсасуру. Эта новость об убийстве теленка в форме демона Ватсасуры Камсу очень расстроила. И когда эта новость достигла Камса, что Ватсасура убит, Камса потерял сознание и упал со своего трона. Ватсасура убит. И Камса, когда пришел в чувство, он закричал, я отправил столько искусных друзей убить Кришну, но их попытки не увенчались успехом. Наоборот, все они встретились со смертью. Что я должен делать? И описывается, с злобной улыбкой министры Камсы, они сказали, послать злого Бакасуру. Вот этого злого Бакасуру. И Камса послал Бакасуру, чтобы тот попытался убить Кришну. Даже ачарьи говорят, несмотря на то, что он знал, что он отправляет своего лучшего другу на верную смерть. И мы можем подумать, вот такова дружба у демонов. Итак, в тот же самый день Кришна и его друзья, они решили провести своих коров в лес Кадираван. И благодаря своей мистической силе Бакасура в прошлом Уткача, он знал, куда отправятся мальчики. И поскольку он был цаплей, он мог летать. И он прилетел в место рядом с Кадираваном. И он прилетел в то место, которое сейчас известно как Кхайара. И Кхайара буквально означает «Он съел его», «Он съел его». Это относится к тому месту, когда Бакасура проглотил Кришну. То самое место, где Бакасура проглотил Кришну. И все пастушки смотрели на это и говорили «Кхайара! Кхайара! Он съел его! Он съел его!» Конечно, это не является концом истории. Это только начало главы. И мы расскажем о том, что произошло после того, как Бакасура съел Кришну. И это место до сих пор находится там. Если вы отправитесь, то местные жители могут сказать «О, Кхайара! А это место там». И вот это место, оно как раз было на берегу озера. И будучи цаплей, он зашел в воды этого озера, и он несколько метров, и он ждал мальчиков. И Кришна и его пастушки, друзья, это требует… занимает время какое-то, пока они придут. И они пришли в лес Кадираван, и к этому озеру, которое Кишорикунд сейчас называется, и коровы и пастушки, они начали пить воду из этого озера. И он, Бакасура, находился поодаль, и таким образом его не увидели мальчики. И после этого, мальчишки начали играть Джай Келли. Джал — это вода, и Келли — это игры. Они начали играть водные игры. Брызгать друг на друга, сражаться друг с другом в воде. И в то время, пока Кришна положил свой глаз на Кришну. И иногда мальчишки, они выходили из воды. И Ачарьи говорят, что они были заняты собиранием цветов для того, чтобы украсить самих себя. И они собирали цветы для того, чтобы украсить себя. Кто-то из мальчиков, он наконец посмотрел на озеро, и наконец-таки увидел Бакасуру, и он закричал, что это? И поскольку Бакасура, он стал вырастать, он становился больше, и вот эта цапля, она становилась все больше и больше. И другой мальчик закричал, я не знаю что, но она такое большое, как гора. А другой мальчик сказал, она крякает, как утка. А другой мальчик, он заметил, но это кряканье звучит, как раскаты грома. И другой мальчик сказал, это не обычная цапля. И в этот самый момент Бакасура, он вылетел из воды и оказался на берегу, и он был готов атаковать Кришну. Он приготовился приближаться с широко открытым клювом, готовясь убить, съесть Кришну. И затем, что произошло, очень интересно. Внезапно много полубогов появилось для того, чтобы остановить Бакасуру. Это естественно, потому что все полубоги являются преданным верховной личности Бога. Они хотят защитить Его. И Брахма был первым, кто вышел вперед. И он ударил Бакасуру своей Брахмадандой. Брахмадандой. которое описывается как брахмастера или ядерное оружие. Он бил, бил, но все равно потом он приходил в сознание, Бакасура. Это показывает, насколько сильным был Бакасура. Одно ядерное оружие, и это никак не потревожило его. И это не является выдумками, это является историей настоящей. Это показывает, насколько был могущественный этот демон, и показывает, насколько еще более могущественным является Кришна. В Гаргасамхите описывается, что из-за того, что этого Бакасуру ударили ядерным оружием, вот этого брахмастера, он упал без сознания, и он находился без сознания на протяжении двух гатик, или это сорок восемь минут. Но и когда он пришел в сознание и опять был готов сражаться, Господь Шива ударил его своим трезубцем. И этого было достаточно для того, чтобы отрубить одного из крыльев этой цапли. Но это его не остановило. И когда Бакасура дальше собирался нападать на Кришну, Вайо ударил его своим ветряным оружием, что отбросило Бакасуру на огромное расстояние. Но он был полон решимости. Кто-то, Личность, может быть полна решимости двигаться в верном направлении, и полна решимости двигаться в неверном направлении. И он отлетел с одним крылом своим, и кто, следующее, кто встретился ему? Ямарадж. И Ямарадж. И Ямарадж ударил Бакасуру своей Ямадандой. И что же произошло? Когда он ударил Ямадандой, она сломалась. И тогда Сурья, Бог Солнца, он атаковал Бакасуру с сотней острых стрел. И затем Кувера атаковал его своим мечом и отрубил второе крыло. Но по-прежнему он все равно не умер. И затем Сомадева использовал свое ледяное оружие. И, по меньшей мере, это заставило Бакасуру упасть без сознания. И он встал снова и говорит, «Я убью Кришну!» И Кришна смотрел на все это, это его заболевало и веселило. Кришна мог немедленно убить его, но преданные они жаждут служения. Господь Читания мог спасти всю планету немедленно. Но, как говорит Шила Парупада, «Он оставил это служение для меня, для Шила Парупада». Поскольку мы всегда просим прощения, служения. Это в этом смысл и значение Маха-мантры. Пожалуйста, дайте мне служение. Или, пожалуйста, позвольте восстановить мои отношения как слуги. И поэтому полубоги, Кришна дал служение полубогам. И один за одним вот эти полубоги, они приходили и делали все, на что они способны. И, как мы обсуждали уже в прошлой жизни, Ут-Каала уже победил всех этих полубогов. И похоже, что он был очень успешный и в этой жизни также. И затем Агни-Деф, он напал на него со своим огненным оружием. И оно спалило все перья Бакасуры, превратило в пепель. Бакасура снова поднялся. Следующая очередь дошла до Варуны. И Варуна связал его веревками. И стал волочить его по земле. И по-прежнему он не умирал. Следующий был Бадракали. Бадракали ударил по голове своей дубинкой. И в Гага-Самхите описывается, что он потерял сознание и впал в глубокую кому. И он снова поднялся. Отряхнулся. И он закричал, несмотря на то, что это была птица, он закричал, как громовая туча. Затем вперед вышел Картикея. Он сказал, все, хватит с этого демона. И он швырнул свое оружие с шакти. И этим оружием он отрубил Бакасури одну стопу. И Бакасура показал свою настоящую природу. Он восстал и стал громко кричать. И он атаковал всех тех полубогов. И что они сделали? Они все разбежались. Все стали бежать прочь. И из этих описаний мы можем понять, насколько могущественный и сильный был Бакасура. В правилах ведения войны говорится, что никогда не следует делать, чтобы ваш враг, он боялся вас. Говорится, что если ваш враг более могущественным, не начинайте атаковать. Если силы ваших войск, людей и других ресурсов, они равны, то вы должны немного подумать и затем двинуться в наступление. Если ваш враг слабее по всем параметрам, то необходимо немедленно атаковать. И Бакасура был сильнее, превосходил всех полубогов и, как говорится, убегает для того, чтобы сразиться в другой день. И сейчас настало время Кришны. Аджита — имя Кришны, которое означает «Тот, кто не может». Аджита является непобедимой, и у Кришны есть палка, которую Он пасет коров, и Он поднял эту палку. И в сопровождении нескольких своих друзей Он стал приближаться по направлению к демону. Но некоторые друзья, они не ушли. А когда Кришна приблизился к демону, некоторые мальчики не решились подойти. И они стали кричать «Друзья, это необычная птица. Давайте убежим отсюда, пока он нас не проглотил». И Ачария описывает, что в мгновении ока внезапно Бакасура рванулся к Кришне и проглотил Его. И вот в этот момент мальчики-пастушки, включая Балараму, они были шокированы, и они закричали «Кхайари! Кхайари! Он съел Его! Он съел Его! Он съел Его! Цапля съела Его!» Можете себе представить? Все эти Бриджабаси любят Кришну настолько сильно, что как никто другой не любил Кришну. И поскольку Кришна, Баларама и другие пастушки так сильно любили Кришну, когда они увидели все это, они без сознания упали на землю. И Шастра говорит, что они лежали там, как разноцветные листья, устилая землю. И в Гаргасамхите говорится, что проглотить Кришну не так легко было для Бакасуры. Почему? Потому что обычно тело Господа, которое мягкое, как масло, оно вдруг стало горячим, как пылающий огонь в горле Бакасуры. То же самое, когда вы кушаете горячее чили, когда находится оно вдали. Маленькая, как маленькая красная акулка. И вы проглатываете этот перец, и вы кричите, потому что это очень жгет, и вы хотите вынуть это наружу. И Кришна, он стал очень жгучим в горле этого демона, и потом он отправился в желудок этого демона. И он стал кашлять и пытаться обратно, назад его. И пытаясь выплюнуть Кришну, он все-таки ему удалось, и когда Кришна вышел, он был очень красивым, описывается. И что же Кришна сделал? Атаковал ли он демона немедленно? Нет. Он увидел, что все его друзья, они были без сознания. И он отложил в сторону убийства демона на мгновение, в любви к своим преданным. Поэтому он вернул к жизни всех мальчиков-постушков, шепча любящие слова в их уши. И так, что скоро все мальчики, они очнулись, и как раз в этот момент Бакасура бросился вперед. То же самое описывается, как лягушка прыгается, прыгает на насекомое. И он попытался раздавить Кришну кончиком своего клюва. Но Кришна, когда его друзья подбадривали, Кришна схватил две половинки клюва этого демона, и он разорвал на две части. И он сделал из одной вещи две части. И описывается, что в книге Источника вечного наслаждения он сделал это точно так же, как ребенок очень легко разрывает равинку. И в Гаргасамхите по-другому это описывается. Там описывается подобно тому, как слон ломает ветку дерева. И описывается, что когда Бакасура умер, яркий свет вышел из его тела и вошел в тело Кришны. И вот это соединение с Кришной он стал единым с Кришной. Это является целью имперсоналистов. Это называется саюджемукти. Это одно из типов освобождения называется слияние с Кришной. Конечно, эта душа не становится Кришной. Он слияется с сиянием Кришны. И даже в этот момент он не становится этим сиянием, он становится частью этого сияния Брама. Это называется саюджемукти. Существует пять видов освобождения от этого мира рождения и смерти. саюджемукти это когда личность сливается с безличным сиянием Господа. Сарупья мукти это когда джива получает такие же качества как Кришна. Салокья мукти это когда душа может жить на одной планете с Господом. Сарупья мукти это когда личность может получить такие же достояния как у Господа. И самипья мукти означает стать одним из спутников Кришны. Я полагаю что такой пример может быть Арджуна. Итак пять видов освобождение от повторяющихся рождений смертей. Итак преданные Ваишнавы они принимают четыре но они никогда не принимают сайюджа мукти слиянием с верховной личности Бога. И это то что получил что обрел Бакасура. но это лучше чем оставаться демоном которым совершил столько много оскорблений. И когда Бакасура помните что он был лучшим другом Камсы он был убит полубоги стали осыпать святочим дождем Господа и они играли на своих барабанах и дули в свои раковины. То что многие могущественные полубоги не смогли сделать Кришна будучи маленьким мальчиком он это смог сделать потому что он непобедимый даже в свои игры когда он пребывал в возрасте маленького ребенка. И это было замечательно в особенности для пастушков. И Абчарья описывает что обычно они приходили во время к обеду демона. И как раз до обеда Кришна убивал демона и во время обеда все мальчики пастушки они занимались описанием именно той темы которой было связано с убийством демона Кришны. и после того как прошла эта игра когда Кришна убил демона после того как они вкусили замечательным образом провели время они возвращались домой. и когда мальчики разошлись по домам и они вернулись к своим родителям они стали им рассказывать а вы знаете что Кришна убил огромного демона голыми руками родители удивлялись и они говорили как это возможно каждый день он убивает но демона это похоже необычный какой-то ребенок но в ту ночь мама Яшода была очень взволнована она размышляла о том что многие демоны ежедневно нападали на ее сына и в эту ночь она укладывала Кришну в его постель и она сказала Мама Яшода сказала Мое дорогое дитя у нас так много людей которые пасут коров тебе не стоит так сильно беспокоиться отныне оставайся дома Кришна взял маму Яшоду за руку и сказал ей он пытался успокоить мать свою и сказал Мама мальчики сочиняют все эти истории про убийство демонов и эти все истории просто выдумки поэтому пожалуйста не воспринимай их всерьез мальчишки просто сочиняют все эти истории про убийство демонов поэтому пожалуйста не принимай их всерьез и Ачария описывается что с улыбкой он заснул и вот эти игры эти новости они очень быстро облетели весь Вриндаван и описывается что на следующее утро пришли пастухи издалека и распространилась молва что Нанда Махарадж был очень обеспокоен судьбой своего сына люди думали что он беспокоится что он должно быть недоволен и как Нанда Махарадж столько много пытался сделать чтобы защитить Кришну и поэтому вот эти пастушки они пастухи пришли для того чтобы встретиться с Нанда Махараджем и они стали говорить с Нанда Махараджем и говорить да тебе не стоит слишком беспокоиться на цель жизни является самосознание и ты должен становиться более отрешенным от семейной жизни и один из них сказал пол жизни уже прошло и другой сказал «Вместо того, чтобы погружаться в разговоры о своем ребенке, жене и семье, развивай знания, отрешенность и памятование о Нарайане. Только тогда ты будешь освобожден из лап Майя Деви». И Нанда Махарадж описывается, просто улыбнулся своим гостям. И на самом деле он не принял во внимании их рекомендаций. Он не видел никаких сложностей. Кришна, Он находится выше всего этого. И Ачарья говорит, что все невзгоды, которые Господь испытывал от встречи с демоном, были ничем иным, как испытающими развлечения Кришну. И так называемые невзгоды, они делали жизнь более насыщенных, как для самого Господа, так и для Его преданных. Потому что все эти, так называемые, невзгоды и все события, которые происходят, они составляют, усиливают любовь его преданных. И Бхактинод Хакур говорит, что Бхакасура олицетворяет ложную религию. И это в особенности означает осознанно наносить оскорбление святого имени Кришны. Когда мы повторяем святые имена по другой причине. Единственная причина, для чего мы воспеваем святые имена, для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В надежде развить чистую любовь к Кришне. Когда он говорит, что указывает на оскорбление, практик предуслужения, ради обретения престижа и богатства. Он говорит, что до тех пор, пока вы не избавитесь от этого лицемерия, когда мы повторяем вас ради престижа, то мы не сможем достигнуть высшего совершенства. И поэтому давайте не будем имитировать Бхакасуру и не будем заниматься ложной религией. И эта игра, она была проведена Кришной и его друзьями. И помимо этой игры, описанной Лилой и Кришной, и его друзей, Мачкапашуру, также происходила другая игра, связанная с Кришной и Радхарани. И это происходило в другом месте и в другое время с Гопи, потому что обычно эти игры не переплетаются. И Гарга Самхита описывает другую игру. Однажды Шаматя Радхарани с подругами шли через лес Кандираван на рынок рядом с Нандаграном, чтобы продать там йогурт. И описывается, что у них была другая причина. Они надеялись встретить Кришну по дороге. Все во Вриндаване связано с тем чувством встречи с Кришной и разлукой с Ним. И Кришна со своими друзьями, он слышал, что Радхарани со своими подругами будет проходить мимо, и он решил подшутить над ними. И он сказал своим друзьям-постушкам, вы все должны спрятаться, и я буду ждать у дороги, и как только Гопи появятся там, вы сделаете громкий звук, как будто приближается к Германе. В лес будет тихим, и когда Гопи будут проходить, вы спрячетесь, и в этот момент вы просто закричите очень громким звуком, и она испугается, и тогда будет весело. И в шастрах сказано, что им понравилась эта идея, и их даже не пришлось убеждать. И они растворились и спрятались в окружающем лесу. И спустя какое-то мгновение Радхарани с подругами, они появились в этом лесу. И Кришна, приняв небрежную позу, он встал поперек дороги. И он притворился, что он вовсе не видит Радхарани и Гопи. А Гопи, в свою очередь, притворились, что им нужно немного передохнуть. Они опустили свои горшки на землю, и при этом, говорится, что они громко вздыхали от облегчения. И в этот момент Кришна говорит, «О, Радха!» А Радхарани, «О, Кришна, ты здесь!» И в этот момент все мальчики, они стали издавать ужасные звуки, подобные хоп-гоблинам или привидениям. И описывается, что Шри Радха была так напугана этим шумом, что она бросилась к Кришне, спрятав свое лотосное лицо у него на груди. И она просила Кришну, «Пожалуйста, защити меня! Пожалуйста, защити!» И Кришна защитил ее с улыбкой. И все другие гопи, они обвернулись и стали бежать обратно. И в Гаргасамхите описывается, что, находясь в ловушке, в объятиях Радхики, Кришна притворился удивленным и попытался утешить Радхарани сладкими словами. И его миссия была выполнена. И без присутствия пастушков, и также гопи, также отсутствовали, Кришна попытался украсть поцелуя Радхи. И она очень смутилась. Она подумала, как мог Кришна так поступить во время опасности? Монстр приближается. Почему он не идет и не убьет этого демона? Но вскоре Рада поняла, что произошло, поскольку Кришна улыбался. И описывается, что ее собственное любовное настроение проявилось. И говорится, что она забыла обо всем на свете, и она находилась только в обществе Кришны. После этого вернулись подружки-гопи, они водрузили все эти горшки себе на голову и отправились дальше. И то место, где произошла встреча, Радхи и Кришна, называется Сангама, или Сангама-кундж, и также там находятся Кунджа и Кунда, озеро. И вы можете посетить это место, когда вы отправитесь к Кадираван. И напоследок еще немного нектара о месте Кадираван. И описывается, что это то место, где постоянно, даже летом, дует приятный прохладный ветерок. И описывается, что в этом месте есть сад деревьев Чампака, в котором Чампакалата-саки вечно собирает цветы. И в этом месте есть просто сад деревьев, только деревьев Чампака. И описывается, что Чампакалата, она вечно собирает там цветы для особых гирлянд, которые она плетет для Радхи и Кришны. Каждый день она отправляется в это место. И каждый день она делает гирлянды. И это было бы здорово, посетить этот сад. Просто медитировать на то, как Чампакалата приходит туда, собирает цветы и делает гирлянды. И Чампакалата, она является одной из восьми Аштасаки, служанок Радхарани. И у нее также есть свои подмощницы, восемь подружки, юные подружки, которые помогают ей в ее служении. И очень замечательно, что имена этих манджарий также описаны в шастрах. Чем больше информации, тем лучше, потому что этим знанием, этой информацией мы можем заполнить наш ум и тем самым вытеснить все те глупости, которые могут находиться в нашем сознании. И кто же эти восемь помощниц Чампакалаты? Падма-Найана, Сунетра, Кама-Дипика, Наванита-Прия, Прадипика, Сукарни, Рогсан-Юкта-Веника, и Сукеши. Вся слава этим восьми помощницам, потому что просто слыша их имена, человек очищается. Это очень хорошие имена, которые можно подобрать для учеников, Сукеши. Или, к примеру, вас будут звать Наванита-Прия. Ваше имя будет Сукарни. Сунетра. Кама-Дипика. Очень хорошие имена. И Чампакалата на два дня младше Шримати Радхарани. Цвет ее кожи подобен цвету букета и желтых цветов Чампакам. Она носит одежды цвета птицы Чатака. Она искусна в приготовлении блюд, которые содержат все шесть вкусов. Когда мы готовим, там присутствует шесть вкусов. Интересно. Она очень искусна в приготовлении. И она искусна в приготовлении леденцов. Да, это ее особенность. Она делает леденцы. И поэтому ей дали особое прозвище. И ее прозвище это «Сладкие ручки». Вот это «Мистахастра» означает «Сладкие ручки». Другое красивое имя. Тот, кто искусен в приготовлении сладостей Радхарани. Она также служит Божественной Чете, надевая ожерелья на них. И омахивает Божественную Чету Чамарой. И она также является главной среди гопи, которые ухаживают за деревьями, лианами и кустами Вавраджа. И также она знает, где найти любой сорт фрукта, цветка и корня в лесах Вриндавана. Я тоже хотел бы знать все эти детали, я думаю, так же, как и вы, все детали о Шри Вриндаван Дхаме. Чтобы мы могли служить Кришне самым лучшим образом. И также у нее есть личная роща, которая находится на берегу Радхакунды. И в этой роще все имеет цвет расплавленного золота. И мы начали обсуждение Кадиравана, и мы закончили, пришли к берегам Радхакунды. Разные вкусы в преданном служении. И на этом мы закончим наше описание места Кадираван. Один из двенадцати лесов Вриндавана. Скорее всего, бесконечное множество игр происходило в этом месте. Но если вы хотите увидеть их своими глазами, то есть что, если человек, когда, в половину, то я иду кашу, когда, поскольку, во-на-кария, и в следующих гонитахи, чейтанья-махапабху, то есть если вы хотите, чтобы всё прошлое в наши пути, steps of Śrīla Prabhupāda, follow his instructions, become a pure chantry of the holy names, and then they will awaken that love that you have for Radha and Krishna in your heart, which will be your qualification for entering into those pastimes in Kandirāvā. И по беспричинной милости Śrīla Prabhupāda, мы можем этого достичь. Необходимо следовать наставлениям и указаниям Śrīla Prabhupāda, что очистит сердце и даст необходимую квалификацию для того, чтобы войти в это место Kandirāvā. Всего самого хорошего в ваших попытках, в ваших усилиях. Я думаю, что сегодняшнее обсуждение придаст вам вдохновение. Спасибо вам большое за эту возможность говорить на эту тему, несмотря на то, что у меня нет должной квалификации. И мы увидимся, ждем новой встречи с вами в понедельник. И опять пожелаю вам находиться в безопасности. от коронавируса и также от Майи. Чтобы у нас было время повторять Харе Кришна и вернуться домой обратно к Богу. Встретимся с вами вскоре из Шри Вриндавандама, Харе Кришна. Шри Вриндавандама, Харе Кришна. Шри Вриндавандама, Харе Кришна. Встретимся с вами взгляну. Ещеcano. Шри Вриндавандама, Харе Кришна. Шри Вриндавир. Встретимся с военная Мал 것 Ready? Продолжение следует...